лес побережья такие вот горные склоны сегодня у нас 4 ноября мы приехали собирать последние опята и вот наши первые находки вперед уже встретились для этого и здесь еще я думаю здесь они есть везде но только они уже переросли все какие то можно взять на жарку лес очень сложный по маршруту проверяем сегодня разведка здесь у нас трутовик лакированный или гриб рейша лекарственный гриб очень ценный принимается как бат и стволе вот такие вот находки опята тоже старые уже припыленные такие уже не возьмешь конечно такие останутся дальше размножаться в лесу друзья всем привет наконец-то мы с вами я не снимала очень долго видео потому что лето у нас было засушливым и грибов как таковых не было после архиза и причем их не было очень долгий период вплоть до октября то есть уже мы ни на что не надеялись и в октябре несмотря на засуху у нас просто хлынула волна всяких разных грибов мы старались все успеть естественно просто снимать было даже некогда по случаю сегодня мы делаем последние вылазки можно сказать потому что на следующей неделе уже на заморозке в каких-то регионах уже где-то был снег даже то есть люди уже заканчивают давно свою грибную охоту грибной сезон мы пока не закрываем то есть мы все равно что-то будем собирать штучно но сегодня решила для вас снять видео мы сегодня находимся на побережье здесь теплее намного и здесь еще есть пока что опята есть черная лисичка то есть что-то еще можно собрать даже массово сегодня будем кататься сегодня разведка будем смотреть выбирать места где что порадует ну и снимать и показывать вам поэтому пойдемте гулять вместе попадаются старенькие опята мы сегодня такой девчачьей компашкой гуляем и собираем то что еще осталось живых можно сказать сегодня кстати очень даже тепло 11 градусов на улице обещают 15 что прогулка сегодня будет ясный солнечный был туман с утра очень прям густой сейчас уже 8 утра скоро потихоньку разойдется очень много вот таких вот кустов лопухов и пят которые уже припылены спорами серыми такие уже конечно мы не берем с ними уже ничего просто не сделаешь даже не пожаришь ищем поменьше ищем то что можно взять хотя бы пожарить и надеемся встретить конечно же маленьких молодых опят а может еще что-то найдем что точно встречаются вот такие вот ну тоже уже переростки дети большие когда-то были карандашики хорошие сочные сейчас уже суховатые переростки в низину мы еще не ходили пока идем по горке вот такие вот жарочные можно назвать их встречается опята прям нога у них такая добротная вот пока светлые пластинки конечно такой гриб можно взять подрезать ножку и оставить на жарку ну пока довольствуемся тем что есть я надеюсь что начало разведки пока такое а потом нас очень сильно порадует до этого на прошлой неделе мы встречали довольно хорошие опята на дереве все это я выкладываю в свой инстаграм тому у кого есть желание заходите в инстаграм все мои отчеты они все там виде коротких видео фотографий ну надеемся конечно на малышей старички конечно их очень много мы поднимаемся сейчас в горку их все больше и больше но они все раскрытые собираем в розах колючках не знаю что за растение такое вот неплохие еще встретились уже припыленные конечно еще не темные вот еще тоже но эти староваты уже конечно и такой гриб попался нам решеточник красный он вылупляется из яйца если открыть листочки можно даже увидеть что он недавно таки пролупился пролупился какое интересное слово вылупился очень вонючий руками не берите просто любуемся еще вот такие вот тут в корягах нам попались какие-то можно взять мы конечно на них опоздали прям ну очень много вон еще по деревом здесь еще все в колючках когда-то были шикарные кусты такие вот все у нас да вообще обидно конечно чтобы поздно попали так конечно здесь очень много там еще две кучки вот они и выше тоже вот они вон там по деревом тоже видно такой вот крутой здесь склон подержись опасно я уже один раз упала очень круто но опята есть это только переростки может если сходить ниже к воде к речке вот ее видно отсюда может там у реки будут малыши надо идти смотреть но вот эти уже получше они помельче поярче сочные такие еще я возьму особенно вот эти вот эти меня прям нравится хорошая кучка виды конечно здесь потрясающие недалеко поселок люди топят печку вообще вид конечно потрясающий ну вот из этого леса мы вышли лес очень сложный непроходимый колючий но с грибами единственно что мы немного опоздали возможно они где-то там есть возможно выше или ниже но мы решили поменять локацию потрясающее начало ноября особенно на побережье леса просто восхитительные переливается яркими красками последнее уходящее тепло а вот и хрюшки вот какой быстренький и маленький там их целая куча он пожелал от и мамочку эти маленькая к класс не бойся спрятали все машка классно как красиво вот люди живут в какой красоте бомба набрели на такой памятник природы дуб великан не такой большой как вагой но тоже то уж большую огромное огромное дерево была вторая часть и и спилили шикарный сейчас будем преодолевать речку мы перешли реку здесь вот такой вот интересный разноцветный заросший лес разные грибы не встречаются пока вот такие вот находки это груз золотисто-желтый мы не берем сегодня грузди ромарии очень красивые похожие грибы как водоросли их очень много кто-то берет кому-то они не горчат кому-то горчат но мы их тоже не берем ты первые опята которые нам встретились именно в этом лесу это опенок дубовый он без юбочки как осенний опенок да в отличие многие не берут боясь перепутать сложным он легко отличается всегда растет кучно кустом вот таким вот пластинки приросшие к ножке и всегда у них как у опяток тут вкрапление с бугорочком дубовый опенок еще другими словами его называют или социальный или ссыхающийся нашли каштаны каштаны это хорошо смотрите что у меня в этом лесу подготовил лесовичок ромашки опятовые но ничего это уже лучше эти покрепче прям этим не нравится эти я возьму попробуем их вырвать кустиком посмотреть их размер времени особо нет сегодня большая часть разведки проходит в разведке соответственно мы ходим много марина тоже нашла ну подожди меня подожди меня я приду к тебе и покажу нашим зрителям хорошо вау 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 просто бомба да хорошие опята нормальные берутся кустиком прям замечательно грибные букеты наши внутри даже еще были малыши ну вот эти находки уже больше радует да несмотря на то что сегодня уже 4 ноября все-таки кое-где уже заморозки а мы сегодня с вами с грибами да пускай они конечно уже не гвоздики но это тоже радует тоже марине попался опенок и с той стороны и с этой ну отлично здесь конечно они уже постарше но выбрать можно еще неплохая семейка одна и вторая мокренькие такие раскрытые но медовые медовые ох какие они были до этого красивые пока не выросли конечно и здесь тоже в розах колючих припрятались тоже годные возьмем ну вот и мне повезло ребят на склоне поднялись и тут вот такой вот букет от лесовичка шикарный огромные но очень даже в хорошем состоянии опята смотрите качество хорошее они не пропали они прям самый сок они конечно же мокрые после дождя но даже есть и малыши не могу отдышаться так что она того стоило конечно же лезть в эту горку можно сказать в последнем вагоне нам очень повезло сегодня я очень рада хотя в ведре у меня уже тут тоже шляпок хватает замечательный кустик конечно вообще вот 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 Продолжение следует... 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 Или, как у нас ее здесь называют, черная лисица. Да, она тоже из семейства лисичковых. Но, конечно, не лисичка, а вороночник. Хороший грибок, очень ароматный. Раскрывает он свой запах, аромат только при приготовлении. Можно будет взять, посушить. Обрезается вот эта вот ножка, она на конце жесткая. То есть обрезается эта вся грязь. Грибочек высыхает. Можно перемолоть в грибной порошочек. А можно оставить так. Можно вот так готовить. Прям сырой, она не отваривается. Пожарить с картошкой, кинуть в супчик. Вполне достойный гриб. Очень, кстати, грибочек дорогой сам по себе. У нас его прям тут активно тоже торгуют им. Покупают люди. Москва скупает у нас рестораны. Так что, кто желает заработать, обычно идет за ней на охоту. Ну и мы немножко себе собираем, потому что действительно она в сушеном виде прекрасна. Ее действительно не видно. Нужно только вот так вот сматриваться, открывать листья и собирать. А это, друзья, товарищи, у нас галерина окаймленная. Ядовитый гриб, который можно перепутать с фламулиной. А некоторые умудряются даже с опенком. А вот эта лисичка так лисичка. Посмотрите, какие размеры. Достойные, просто шикарные цветы. Если собирать вот такие экземпляры, то набрать можно очень даже быстро свою лукошку. Шикарно. И тут ее просто полянки, которые не видно, их прячутся. Вот у меня под ногами, пожалуйста. Вот они тоже. И здесь, и здесь. И здесь, и здесь. Моя прелесть. Девочки рады. Собираем. А вот сзади меня, кстати, грибы, которых полно сейчас в лесу. Как бы не наступить мне. Вот они, энтоломочки. Осенью энтоломы не собираем. Они все ядовитые. Запомните. Здесь попался еще один шикарный осенний гриб. Видите, какой он тут неказистый такой. Срываем, переворачиваем. А здесь иголочки. Видите, шипики. Это ежовик желтый. Очень вкусный грибочек. Плотненький. Иголочки, правда, сыпятся при жарке или при варке, когда вы все это отвариваете. Кому не лень, можно почистить иголки, убрать. А кому лень, так можно и так оставить. Чем-то напоминает даже лисичку, можно так сказать. Всегда берем этот гриб хороший, вкусный, мясистый. Грибы сегодня, какие хочешь, и грузди, и млечники, всевозможные грибы, которые мы даже не собираем, то есть на них не обращаем внимания. Сегодня у нас и так шикарный ассортимент разных опят. Опят и медовые, и черноголовые. Единственное, что они, конечно, уже все раскрытые, потому что уже время как бы позднее для них. Сезон мы закрываем по опятам. Это будут последние выходные, когда мы их собираем. Все еще можно встретить ежовик. А он, скорее всего, еще будет. Все еще можно встретить очень много черной лисички вороночника рожковидного. Но, в принципе, может быть, даже и опята будут, смотря какая будет погода. На побережье будет погода и будут грибы. Впереди у нас еще, в принципе, рыжики и маслята, которые, как таковые, до сих пор еще не начались. Волны, как таковой, еще не было. Поэтому будем проверять, смотреть дальше рыжики и маслята. Ну, а на этих выходных постараемся, конечно, отыграться на опятах. Смотрите, какая она шикарная. Вот, а здесь. И ее здесь действительно много. Так не увидишь, она вся прячется под листвой. Видите? Вот это воронки. Класс. Шикарно в лесу. После дождика все блестит. Немножко сыро, но тепло. Девочки собирают черную лисичку. Тишина. Слышно. Шум машин. Потому что мы не так далеко ушли от дороги и нарвались на лисичку. Наверное, метров 700, километра даже не отошли. Сейчас потихонечку будем еще углубляться. Снимать я уже не буду. Уже покажу вам дальше наш улов. У меня уже пакет просто неподъемный. Вот такой вот получился тяжеленный пакет. Я уже все остановилась, а она тут еще не заканчивается. Вон ее целая куча здесь под листвой. Девчонки грибут. Я уже сказала, на сегодня горшочек не вари. А они еще варят. Да ты посмотри, какая красивая. Конечно. Видишь? Рассыпается уже. Да. Шикарно. Вот, глянь. Цветочек прелесть. Большой. Руки чернючие. Шикарно. У меня уже неподъемный пакет. Я уже все остановилась. Доленький, ты знали? Я уже не знаю. Продолжение следует...